привет дорогие мои вы на канале школы вязания с вами Катя Мошин в сегодняшнем видео мы свяжем эксклюзивный красивый узор из коз и ажура внутри этот узор я подбирала сама по вот таких фотографиях из китайского журнала вот так он выглядит с лицевой стороны и вот так на изнанке рисунок выполняется на количестве петель кратно 20 также я здесь сделала видите два раппорта с симметрией если симметрией то плюс 10 и плюс 2 кромки схемку скачать по кругу поворотными рядами можно моем сайте пряжа.com ссылочка всегда под видео сегодня покажу один раппорт 20 петель всегда если вы хотите симметрии то вы просто вот эти 10 петель симметрии будьте вязать как первую часть так значит один раппорт это 20 петель плюс 2 кромки наберу 22 петли любым способом у меня набраны классическим способом набора вяжем по схеме первый ряд схемы у нас лицевой стороны крайний снимаем петлю раппорт рисунка будет 1 изнаночная выполнить перекрещение 2 на 1 с уклоном влево смотрите я пропускаю 2 петли и сзади перехватываю 3 петлю вот так снять 3 петли со спицы вернуть первые 2 они получаются у меня спереди и затем возвращаю третью она получается у меня сзади провязываю их как 1 изнаночная и 2 лицевые вот это перекрещение 2 на 1 с уклоном влево дальше 2 лицевые и выполняем перекрещение 2 на 1 с уклоном вправо пропустить первую петлю спереди правая спица вводится во вторую в третью петли снять 3 петли со спицы вернуть первую она у нас за вязание вернуть вторую и третью они у нас перед вязанием вяжем 2 лицевые и 1 изнаночная вот так теперь следующие 2 петли провязываем 2 изнаночные дальше 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево переснимаем 2 петли поворачиваем правыми стенками назад возвращаем их на левую спицу и провязываем вместе лицевой за задние стенки 2 вместе лицевой с уклоном влево делаем накид 4 лицевые 3 4 затем 1 изнаночная вот такой раппорт рисунка повторяете все сколько нужно раз если симметрии то первые 10 петель еще раз повторить а затем кромку вязать изнаночной петлей вот во втором ряду все петли выполняется по рисунку снять первую петлю раппорт узора будет 1 лицевая 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 и 8 так дальше 3 лицевые 1 2 3 6 изнаночных 1 2 3 4 5 6 и в конце еще 2 лицевые это все раппорт рисунка повторяйте до последней петли кромку вязать изнаночной есть второй ряд третий ряд с лицевой стороны первую петлю снимаем раппорт узора будет 2 изнаночные снова выполняем переключение 2 на 1 влево сзади перехватывая третью петлю вот так 3 петли снять со спицы вернуть первые две они получаются спереди третью вернуть она получается сзади провязываем их как 1 изнаночная и 2 лицевые это переключение влево дальше сразу же переключение вправо так пропустить одну петлю вторую и третью спереди перехватить вот три снимаю вернуть первую она у нас сзади вернуть вторую и третью они у меня спереди провязываю как две лицевые и одну изнаночную дальше еще три изнаночных петли 1 2 3 здесь ажур у нас 4 лицевые делаем накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо слева направо две петли провязать вместе лицевой петлей еще две лицевые и одна изнаночная вот такой теперь раппорт рисунка все повторяйте если нужно симметрии до последней петли кромку вяжем изнаночной петлей так все четные ряды по рисунку снять первую петлю рисунок 1 лицевая 8 изнаночных раз два три четыре пять шесть семь восемь четыре лицевые раз два три четыре изнаночных раз два три четыре так и еще три лицевые два и три вот такой раппорт рисунка повторяем все до конца и кромку изнаночной так следующий пятый ряд первую петлю снимаем раппорт узора будет три изнаночных раз два три выполняем перекрещение 2 на 2 уклон влево значит правой спицей сзади перехватываю я третью и четвертую петли вы смотрите первую вторую пропустила третью четвертую перехватила 4 петли снимаю возвращаю первые две они получаются вниз спереди и возвращаю третью и четвертую они получаются у нас сзади только теперь все четыре провязываю лицевыми 1 лицевая 2 3 и 4 вот так так дальше вяжу 4 изнаночных 1 2 3 4 2 лицевые 2 вместе лицевой влево переснять две петли поверну правыми стеночками назад вернуть обратно на левую спицу провязать вместе лицевой за заднюю стенку делаем накид 4 лицевые 1 2 3 4 и 1 изнаночная повторять раппорт рисунка до последней кромку вяжем изнаночной петлей готово шестой ряд на изнанке вяжется как четвертый первую петлю снимаем 1 лицевая 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 затем 4 лицевые 4 изнаночные 4 изнаночные 1 2 3 4 и 3 лицевые повторяйте до конца кромку вяжем изнаночной петлей вот готово работу поворачиваем так следующий седьмой ряд лицевая сторона первую петлю снимаем раппорт рисунка 2 изнаночные здесь выполняем перекрещение 2 на 1 с уклоном вправо пропустить первую петлю спереди правую спицу ввести во вторую и третью петли 3 петли снять со спицы вернуть первую она у нас за вязанием вернуть вторую и третью они у меня перед вязанием все три провязать лицевыми 1 2 и заднюю тоже лицевой 3 дальше сразу же переключение 2 на 1 влево пропустить две петли и подхватить третью петлю и снять со спицы вернуть первые 2 они у меня перед вязанием вернуть третью она меня за вязанием все три провязать лицевыми 1 2 и 3 вот перекрещение пошло влево так дальше 3 изнаночные 1 2 3 4 лицевые 1 2 3 4 делаю накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо слева направо 2 петли провязать вместе лицевой еще 2 лицевые и изнаночные повторять все до последней петли кромку вязать изнаночной так поворачиваем восьмой ряд снять первую петлю раппорт рисунка 1 лицевая 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 дальше 3 лицевые 6 изнаночных 1 2 3 4 5 6 и 2 лицевые повторять повторять все до последней петли кромку изнаночной повернуть вязание 9 ряд лицевая сторона снять первую петлю раппорт рисунка 1 изнаночная перекрещение 2 на 1 с уклоном вправо пропустить одну петлю правую спицу я ввожу во вторую и третью петли 3 снять со спицы вернуть первую она у нас сзади вернуть вторую третью они у меня спереди все три провязать лицевыми вот дальше 2 лицевые выполнить перекрещение 2 на 1 с уклоном влево сзади перехватить третью петлю 3 снять со спицы первые 2 вернуть они у меня спереди 3 вернуть она у меня сзади все три провязываю лицевыми вот так видите перекрещение выполнили дальше 2 изнаночные 2 лицевые 2 вместе лицевой влево переснять 2 петли повернуть правыми стеночками назад вернуть обратно вместе провязать лицевые за заднюю стенку делаем накид куда пришло убавку сделали влево сделали накид 4 лицевые 2 3 4 так затем изнаночная вот такой раппорт рисунка повторяем все до последней и кромку тоже изнаночной петлей вот готова поверну теперь работу так следующий у меня 10 ряд на изнанке первую петлю снимаем вяжем 1 лицевая дальше 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 здесь 2 лицевые 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 плюс 1 лицевая все повторяем до конца кромку изнаночной петлей это 10 ряд провязана эта половинка нашего раппорта фактически дальше мы меняем вот эти два рисунка местами вяжем 11 ряд лицевая сторона первую петлю снимаем так рисунок у нас 1 изнаночная 2 лицевые 2 вместе лицевой влево переснять 2 петли повернуть правыми стеночками назад вернуть обратно вместе провязать лицевой за заднюю стенку делаем накид 4 лицевые 2 3 4 2 изнаночные видите вот здесь у меня провязан ажур а здесь будут косы так значит здесь перекрещение 2 на 1 с уклоном влево сзади перехватить третью петлю вот меняем местами первые две спереди третье сзади провязываем 1 изнаночная изнаночная 2 лицевые дальше 2 лицевые по центру перекрещение 2 на 1 вправо спереди перехватить вторую третью петлю меняем местами первое у нас сзади а вторая третье спереди провязываем их как 2 лицевые 1 изнаночная еще одна изнаночная и кромку тоже изнаночной вот такой раппорт 11 ряда так 12 ряд у нас на изнанке снять первую петлю раппорт рисунка 2 лицевые 6 изнаночных 1 2 3 4 5 6 3 лицевые 1 2 3 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 и 1 лицевая повторяем сюда последний кромку изнаночной петлей так работу поворачиваем так дальше вяжем следующий на 13 ряд первую петлю снимаем раппорт узора 1 изнаночная 4 лицевые 1 2 3 4 делаем накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо слева направо 2 вместе плюс 2 лицевые 2 изнаночные ой 3 изнаночных мы здесь уже одно добавили поэтому 3 изнаночные перекрещение 2 на 1 с уклоном влево сзади перехватить третью петлю снять 3 вернуть первые 2 спереди вернуть третью сзади провязываем изнаночные и 2 лицевые есть перекрещение влево сразу же перекрещение вправо спереди пропускаю первую петлю подхватываю вторую и третью меняем местами 1 у нас сзади и 2 спереди провязываем их как 2 лицевые 1 изнаночной так и еще 2 изнаночных петли повторять до последней кромку вяжу изнаночной вот готова работу поворачиваем на изнанке первую петлю снять раппорт рисунка 3 лицевые 4 изнаночных 1 2 3 и 4 4 лицевые 1 2 3 4 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 еще 1 лицевая и кромку изнаночной вот готова повернуть вязание так следующий у нас 15 ряд лицевая сторона снимаю первую петлю раппорт рисунка 1 изнаночная 2 лицевые 2 вместе влево переснять 2 петли поверну правыми стеночками назад вернуть обратно вместе провязать лицевой за заднюю стенку делаем накид 4 лицевые дальше изнаночными вяжем 4 петли а здесь перекрещение 2 на 2 с уклоном влево значит сзади перехватить вторую так третью четвертую петли снять 4 петли со спицы первые 2 возвращаем они у меня спереди 3 4 сзади все 4 провязываем лицевыми 1 2 3 и 4 так дальше еще 3 изнаночных 1 2 3 повторяйте раппорт рисунка значит у нас начинается 1 здесь 3 изнаночных то есть по кругу не по кругу а при повторах и по кругу тоже у вас будет 4 изнаночных подряд и кромку в конце также изнаночной петлей вот готово работу разворачиваем так 16 ряд первую петлю снять раппорт рисунка вяжем 4 так 3 лицевые 4 изнаночных 1 2 3 4 4 лицевые 2 3 4 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 1 лицевая повторяем все до конечной кромку изнаночной петли вот готова работу разворачиваем так следующий 17 ряд лицевая сторона 1 снять первую петлю раппорт рисунка 1 изнаночная так лицевыми вяжем 4 петли 1 2 3 4 накид 2 вместе лицевой вправо слева направо 2 петли провязать вместе лицевой 2 лицевые здесь 3 изнаночных 1 2 3 и выполняем перекрещение 2 на 1 с уклоном вправо 1 пропускаем подхватываем вторую и третью петли снимаем со спицы 3 петли 1 сзади 2 и 3 спереди все вернули на левую спицу провязываю все 3 лицевыми 2 и заднюю тоже лицевой 3 дальше перекрещение 2 на 1 влево сзади перехватываю третью петлю 3 снять со спицы первые 2 вернуть они спереди вернуть третью она сзади все 3 провязать лицевыми 1 2 и 3 вот так еще 2 изнаночные и кромку тоже изнаночной петлю готовый 17 ряд вот работу разворачиваем 18 ряд у нас на изнанке снять первую петлю раппорт рисунка 2 лицевые 6 изнаночных так 1 2 3 4 5 6 дальше 3 лицевые 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 и лицевая повторять до последней кромку изнаночной петлей вот готова повернуть вязание так следующий ряд у нас 19 первую петлю снимаем раппорт рисунка 1 изнаночная здесь 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево переснять 2 петли повернуть правыми стеночками назад вернуть обратно вместе провязать лицевыми за заднюю стенку так дальше делаем накид 4 лицевые 2 3 4 так 2 изнаночные так 2 изнаночные выполнить перекрещение 2 на 1 с уклоном вправо спереди перехватить 2 и 3 петли снять со спицы вернуть первую она у нас сзади вернуть 2 и 3 она у нас они у нас спереди все 3 провязать лицевыми 2 лицевые 2 лицевые 1 2 перекрещение 2 на 1 с уклоном влево сзади перехватить третью петлю 3 снять вернуть первые 2 они у меня спереди вернуть третью она сзади 3 провязать лицевыми 1 2 и 3 и 1 изнаночная повторять все до конца кромку вязать изнаночной петлей так следующий 20 ряд на изнанке снять первую петлю раппорт рисунка 1 лицевая 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 2 лицевые 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 2 лицевые 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 1 лицевая и кромку изнаночной петлёй вот готово и смотрите мы провязали с вами 20 рядов это один вертикальный раппорт рисунка дальше снова начинаем сначала ты здесь у нас будет перекрещение здесь у нас начинается снова ажур вот так вот такой результат у нас очень красивые косы с ажуром так все я вязала из ниточки янг арт шелк рояль вот ее состав так 35 процентов шелк и 65 милину затем 50 крамм такой моточек 140 метров спицами 3 25 спасибо всем за ваши просмотры за ваши лайки и комментарии всем до новых встреч и и и и и и и и и